всем привет сегодня буду украшать торт цветами из белково-заварного крема торт сегодня будет не совсем обычный и начну я с хризантем для основы я срезала пакетик где-то на 8 миллиметров для серединки взяла насадку маленькая трубочка номер 2 можно срезать пакетик крем окрашивала сухой краситель вишневый сначала краситель разводила водой и для лепесточков насадка номер восемьдесять один это маленькая хризантема и крем окрашивала также сухими красителями вишневый и малиновый вместе соединяла вот такую небольшую основу сделала и серединку серединку стараюсь сделать выдавила несколько столбиков а следующие стараюсь делать выше предыдущих чтобы серединка казалось как бы утопленная вот так получается вот такая серединка беру насадку хризантема номер восемьдесять один и делаю лепесточки выше серединки вот так и теперь лепесточки отвожу в сторону вот так достаточно и теперь я беру фиолетовый краситель и окрашиваю только серединку я хочу чтобы у меня серединка была темнее чем лепесточки сделала несколько бутонов для этого мне также понадобится насадка номер восемьдесять один и крем окрашивала краситель наш кондитер зеленый мох и ним же окрасила пакетик сделать несколько лепесточков и закрыть их зелененькими вот так основу сделали серединку и несколько лепесточков и добавляем чашелистики теперь буду делать розы насадка номер сто двадцать четыре 17 миллиметров насадка в крем я добавила маленькую капельку желтого топ декор и наш кондитер персиковый тоже совсем немножко добавила делать буду на металлическом гвоздики сначала делаю серединку мне удобнее это делать на столе и так как насадка маленькая я буду делать коротенькие лепесточки лепесточки буду делать выше серединки вот так и вот здесь лучше сразу добавить крема чтобы проще было розу потом снять и продолжаю дальше также небольшие лепесточки крем у меня уже постоял такой очень мягкий вот где видите не хватает крема чтобы пустота не образовывалась можно еще добавить вот еще добавлю крем чтобы лепесточки не падали вот такая роза получается беру сухой краситель я хочу розу сделать желто-розовую красным красителем можно это сделать розовым немножко ее окрашиваем вот так получается и когда вы делаете вот на таком металлическом конусе розы то снимать их нужно на кремовую подушку вот сделали из крема подставочку берем ножницы вот так вот их зафиксировали и начинаем выкручивать гвоздик и роза осталась на ножницах и вот сюда ее переносим смотрите какая красивая розочка получилась вот такой у меня сегодня будет тортик сделала я вот такую конструкцию вот такая подставка для торта называется покупала я ее еще в прошлом году поэтому ссылочки у меня нет к сожалению но я знаю что во многих кондитерских магазинах такие продаются называется подставка для торта и 3d вот так она выглядит вот такая вот пластиковая подставка сейчас я вам покажу вот вот так она выглядит эта подставка в подложке я сделала отверстие равное вот диаметру этой трубки и вставила эту трубку и закрепила сначала я собрала торт потом ножом сделала отверстие и торт надела на эту трубу и потом вот поставила вот это вот дополнение я когда захотела делать такой торт я искала в интернете ну что-то подобное но к сожалению именно с цветами я ничего не нашла поэтому буду делать как вижу я ну а там что получится так ну и теперь я буду покрывать торт белково-заварным кремом и еще такой момент вот смотрите когда вы побрызгали водой и начинаете собирать крем вот он у вас собирается собирается не спешите он такой вот жидкий получается не спешите его убирать возьмите еще раз промажьте обратно его и вот этот жидкий крем хорошо выглаживает поверхность вот вы собрали потом берете и обратно его как бы назад возвращаетесь и тем самым выглаживаете поверхность и вот посмотрите как ровно получается и и Для того, чтобы цветы у меня не съехали с этой трубки, я хочу ее обернуть мастикой. Так как мастика и белково-заварной крем отлично себя ведут. Ничего не нужно изолировать, ничего не потечет. Крахмалом немножко. Для того, чтобы приклеить, я аккуратно немножко ее намочу водой. Вот взяла такой квадратик и аккуратно ее... А сверху я взяла немножко побольше. Я хочу из мастики сделать такую подставку, чтобы цветы не падали. То есть я сейчас намочу водой. Край. Обязательно края нужно смочить водой. И оборачиваю. Вот смотрите, я делаю вот такие с двух сторон. Вот такую площадочку, чтобы цветы у меня не падали. Вот зафиксирую. А вот это место я заполню кремом. И таким образом цветы никуда не уедут. Ну и осталось мне установить цветы. Мастика уже немного подсохла. Прошло буквально полчаса. Она уже подсохла. Я еще хочу показать. Я сделала цветы еще сиреневые. Делала такими же насадками, серединку насадкой двойкой, листочки хризантема номер 81. Окрашивала красителем колор гель. Цвет называется лиловый. Серединку окрашивала больше, лепесточки меньше. А сверху окрасила сухим красителем фиолетовым. Не стала снимать, потому что делаю все то же самое. Листики буду делать. Срезала пакетик треугольником. И крем окрашивала. Краситель наш кондитер зеленый мол. И полосы провела этим же красителем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и чтобы бок торта не смотрелся таким пустым, я хочу добавить лепестки роз и цветы граната. Сейчас буду смотреть, что лучше, что больше подойдет. Нет, лепестки роз я сюда не стала добавлять. Только гранат. Еще я посыплю кокосовой мукой. Просто возьму... Ну и добавлю сахарные бусинки. Ну и осталось мне поставить корзиночку. Корзину я сделала из мастики. Если кому интересно, как делать такую корзину, напишите мне в комментариях, и я сделаю видео. Я сделала неправильно. Я сначала установила цветы. А сейчас буду закреплять корзину. Дело в том, что корзину нужно делать хотя бы за два дня, чтобы она как следует просохла. А на момент, когда я украшала тор, корзина у меня еще была слишком мягкая, мастика не высохла. Поэтому я решила оформить тор, а потом закрепить корзину. Но если кто будет делать вот такого вида тор, то без цветов, когда нужно сделать каркас из проволоки. Я взяла проволоку флористическую. Номер 20 у меня. Можно взять потолще. И вот я здесь накрутила такую подставочку. Я взяла палочки для суши. Обрезала их. Вот я туда вставляю палочки и на них надену. И вот получается у меня корзина уперлась на вот эти палочки. А снизу ее придерживает проволока. И теперь я хочу проволоку закрыть листиками, чтобы не видно было. Вот. Вот такой тортик получился. Такой водопад цветов. Я еще добавила бабочки, распечатанные на сахарной бумаге. И вот такая вот композиция. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!